Так что я получил? Телепортацию? Лазера из глаз? Костяные когти? Пожалуйста, пусть это будут костяные когти. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Science44 с моей авторской озвучкой. Ну что же, давайте продолжать. Давайте-ка посмотрим еще, какие у нас здесь миссии есть. Дополнительные квесты у нас еще есть. Simulated instructions. Ладно, бог с ними. Давайте-ка продолжим основной квест. Похоже, эти ключевые точки защищают генераторы щитов. Подобраться к ним будет непросто, но тебе придется вырубить каждый из них, прежде чем ты сможешь подобраться к центральному узлу. Который, конечно же, тоже защищает еще большее количество солдат Зина. Так что, удачи тебе. А что это, собственно, за ключевые точки? В общем-то, это просто здоровенная рабочая станция. Такая большая система, как симуляция, тоже нуждается в техобслуживании. Собственно, за этим они и нужны. И она такая одна? Конечно, нет. Да, теперь с такими способностями я вообще не понимаю, зачем мне нужны какие-то автомобили глупые. Конечно, у меня стамина-то все-таки со временем кончается, но, блин, накопить ее вообще не проблема. Ее можно даже прокачать. Давайте-ка мы сейчас... А, не то. Так, откроем мы апгрейды. Так, абилити. Стамина. Так, отлично. Вот это то, что нужно. Теперь будем бегать намного лучше. О, еще у меня способности есть какие-то новые, что ли? Ага, апгрейды для... Ух ты, еще и апгрейды для этих способностей. С ума сойти. Увеличивают скорость спринта и... А, получай меньше урона, когда ты находишься в спринте. Апгрейды это, конечно, хорошо, но у меня ноль доступно. Прыгай выше и... А, еще можно ускоряться во время прыжка. Блин, ну все как в прототипе. Ну вы даете, ребятки. Так. Надо почаще, кстати, прыгать. Это не расходует стамину. О, более того, можно даже устанавливать стамину, когда я прыгаю. Боже, ты видишь, какая эта штука здоровенная. Тебе стоит сосредоточиться на генераторах щитов, иначе ты никогда не доберешься до главной панели. Ой. Чуть было не упал. О, ну-ка сейчас давайте-ка возьмем эту фигню. Так, стоп, стоп, стоп. Что я там? Что я там? Нет, нет, нет. Ох, успел. Успел. Так. Ребятки. Ребятки. Давайте-ка я... Убиваю вас более приемлемым до этого способом. Так, ну и что мне с ним сделать? Взорвать его, что ли? Думаю, я просто выдеру это нафиг. Видишь, никому не нужны эти хакерские штучки, пока грубая сила еще работает. Так, побежали, побежали, побежали. К следующему. А, на доме. Ну, это тем лучше. Да, игру, конечно же, очень много чего было слизано с прототипа. Просто вообще натуральнейшим образом. Хотя, конечно, можно сказать, что это пародия. И степ. И прочее. Но мы-то знаем. Просто ребятки взяли все хорошее от хороших игр. Да, в этом успех. Щиты упали, и теперь ты можешь с легкостью добраться до консоли, которая находится в основании этого строения. А, конечно, без проблем. Так, ну вот и все, ребятки. Ох, нифига себе, вы еще и с щитами здесь. Назад. Назад, твари. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Пошел вон от меня. Блин, что ж ты так медленно заряжаешь свой дробовик? Достал. Нет, нет, я не хочу гибнуть. Какого хрена? Давайте-ка возьмем... О, что это такое? Доминатор. Оружие пришельцев. Ха-ха. Неплохо. Так. Тихонечко. Тихонечко. Кто в меня стрелял, я так и не понял. Ладно, пойду возьму хп. О, отлично. Незначительно. Полегчало. Ладно, давайте сделаем это. Эм, я засекла какие-то странные показания поблизости от тебя. Ну да, пылающие небеса и огненный дождь не предвещают ничего хорошего. Это что еще за нахуй? Не знаю, но показания у него отличаются от обычного Зина. Мне кажется... Кажется, ты можешь интегрировать его код в свой. И что это, блин, значит? Это значит, что когда завалишь эту дрянь, просто приблизься к нему, и я думаю, что ты сможешь поглотить его. Да, я ведь просто мечтаю, чтобы это было во мне. Мне это не очень нравится. Не очень мне это нравится. Как он это все, блин, делает. Так, отлично. Зато я теперь знаю, что нужно прыгать, когда он делает такой удар. Блин, а что-то типа босса, да? Вау. Фига себе, парень. Ты жжешь. А еще клево, что это оружие бесконечное, как я понимаю. Ха-ха, промазал. Сунок. Что? Не бесконечное? Да, похоже, оно не очень бесконечное. Ну ладно. В задницу-то я ему настреляю. Так, возьмем... Ну, автоматик давайте возьмем. Сейчас он, наверное, будет делать удар, да? А, нет. Он всего лишь... Всего лишь стреляет в меня каким-то огромным лазерным шаром. О, нифига себе! Нифига себе, что это я делаю? Что это я делаю внутри него? Ух ты, вот это встрясочка! Да, сработало! Да, браво. Возможно, мои надзиратели недооценили вас. Я более не позволю им допустить подобную ошибку. Звучит хреново. Забудь о нем, Кинзи. Что там насчет новой тренировочной комнатки? Думаю, это мне по силам. Так что я получил? Телепортацию? Лазер из глаз? Костяные когти? Пожалуйста, пусть это будут костяные когти. Похоже, это способность, с помощью которой можно замораживать объекты и людей. Ха, звучит офигенно! Так, F1, чтобы выбрать замораживающий удар. О, клево. Давай-ка я загружу тебе пару целей, чтобы ты мог потренироваться на них. Погоди-ка, ты сейчас засунешь сюда кого-нибудь, кто захочет меня прикончить? Да не парься ты, это всего лишь программа, они тебя убить не смогут. Вау, неплохо. О, класс. Я саб-зиры долбанный. Нифига себе. Она еще и массовая. Это вообще круто, вдвойне. О, зашибись. Не, ну вы посмотрите. Офигенная вещь. Шикарно. О, ничего себе. Че, мне целый корабль заморозить? Ну, давайте-ка попробуем. О, обалдеть. Целый корабль упал. А это еще что? Похоже, что кластеры данных могут находиться даже внутри стены. Используй свой новый замораживающий выстрел, чтобы выбить их оттуда. Что я могу сделать? Не понял. Что-то не то. Ох ты. Черт, этот парень чертовски заряженный. Сейчас поглядим, как с ним разобраться. Ладно, для начала ты должен наручиться не попадать под его отбрасывающие удары. Погоди-ка. Кажется, зиньяк добавил щиты в коды надзирателей. Кажется, ты реально его разозлил. И всего-то. Лучше скажи, как с ним разобраться. Тебе нужно нечто большее, чем просто оружие. Поэтому жахни в него своей новой заморозочкой, чтобы сбить щит на короткое время. Ну а после пристрели его. Так, кажется, этот говнюк защищен от моего замораживающего... А, нет. Он просто обычный лох. Ха-ха-ха. Готов. Ну вот. Работает на отлично. Хотя, думаю, настоящий будет чуточку сильнее. Ну что ж, кажется, еще одна тренировочка завершена. Под названием горячая и холодненькая. Еще 2000 баксов в мой карман. Посмотрим, что я смогу на них сделать. И мне дали замораживающий удар. Это клево. Замораживающий элемент заставит закоченеть ваших противников. И после этого по ним будет проходить двойной урон из оружия. Переключать элементы можно в меню способностей. Твои напарники смогут помочь тебе найти больше элементов. Круто. Так, ну что же. Миссия по прыганию, беганию. Офигенно, конечно. Просто офигенно. Я еще их ошибаюсь. Завершена. Теперь надо начать что-нибудь более такое мощно-сюжетное, остро-крутое. Не знаю. Как-то так. Так, давайте зайдем в хаб. И запустим еще одну основную миссию. Я думаю, буду проходить только основные. А все остальное я буду проходить потом. Если это, конечно, не будет требоваться по сюжету. Что же, поехали. Я смастерила дверь, с помощью которой твой разум сможет вырваться из симуляции и вернуться в тело. Давай, двигай уже к ней. Понял. А что мы знаем о вторжении Зины на Землю? Хорошая новость и в том, что они не забрали всех людей. Лишь некоторую их часть. Судя по данным, которые мне удалось расшифровать, симуляция должна послужить домом для лучших и умнейших представителей видов из разных миров. Лучших и умнейших со всей планеты? Насколько же эта штука огромная? Гигантская. Но они еще пока не поглотили всю Землю, только основные города. Насколько я знаю, Олег находился в Кэмп Дэвиде и кажется, эту зону вторжения еще не затронуло. Значит, на Земле все еще остались люди. Это хорошо. Как только ты вырвешься из симуляции, я смогу прервать твое соединение с Матрицей Зина. Это позволит мне извлечь твое тело здесь, в реальном мире, безопасности навсегда повредить твой мозг. А где я нахожусь в реальном мире? Ну, то есть, что они сделали с моим телом? Оно, так сказать, в безопасном месте. Как только ты освободишься, я подберу тебя на посадочной площадке. Тоже хорошие вопросы. Давно я его хотел задать. Что, что-то возьми, они делают с его телом. Надеюсь, ничего противозаконного. Так, я уже шесть кластеров собрал. А, блин, мне же туда надо было двигаться все это время. А я все читал диалоги. О, ну-ка, 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 стоп, отсюда я смогу выбить. Так, а что она не вылетела? А, наверное, мне еще не дали ту способность, которая позволяет из земли вышибать. Я, типа, только из стен могу. Ладно, полетели. Интересно, прыгать быстрее, чем бегать? Эй, не могу отказаться, я залезу наверх и заберу кластер еще один. Сколько там еще? 1300 метров. Блин, конечно, я очень жду, когда я все-таки смогу полетать на своем офигенном предзаказанном самолете. Потому что, какого черта? Зачем я его предзаказывал, если я не могу на нем полетать? Когда мне уже дадут? Наверное, когда у меня будет своя хата. Тогда дадут. Вау! Круто. Блин, тут какая-то еще река здоровенная, которую я не могу преодолеть. Плохо. Давайте какой-нибудь музончик врубим. Что у нас там по радио есть? А, что-то больше ничего не включать. Так, стоять! Да что такое? Я говорю тебе стоять! Я здесь президент, и это мой байк. Ух, нифига, что это там рвануло? Да. Здесь, конечно, люди вообще жутко начинают звереть, после того, как я начинаю творить какие-то безумства. Они так включаются, входят тоже во вкус, падают с обрывов и прочее. Так, ну вот, я почти и приехал. Только на мотике никуда не врезаться, а то лететь так больно и неприятно. Особенно в GTA-шке я это не любил. Так, ну вот, мы и приехали. О, ага, наверх, значит, опять. Ну ладно, полезли наверх. Ага, еще один кластер. Отлично. Давай, давай, залезай. Да что ж такое? О, это перебор. Вот. Какое дело. Еще кластер, да что в вас? Я прям не могу остановиться. Так, ну раз у меня уже 9 кластеров, давайте я что-нибудь выучу поинтересней, чем у меня есть. Так, это я понял, понял. Вот. А, стоп. Ага, кэш опять набрался. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Ага, отлично. Так. Способности. Бласт. Ага, что можно прокачать? Апгрейды, элементы. Элементы. Fire и Mind Control. То есть, короче, контроль разума. Мне пока закрыть. Доступна только заморозка. Ну, собственно, как я и говорил. Так, можно перезарядку сделать быстрее за 10. Ё-моё, чё ж так дорого-то, братюни? Так, ладно. А что у нас с суперспринтом? Снизить получаемый урон, когда я бегу. Или увеличить скорость. Это всё тоже по 10 стоит. Печально. Air Dash тоже 10. Прыгать выше тоже. Это вообще 15. Ага. Да. Чё-то... Чё-то дорого. Я... Ну да, судя по количеству этих кластеров, разбросанных по всему городу, так просто это не будет мне даваться. Прокачка. Кинзи, дверь закрыта. Это не та дверь. Ух ты, красивенькая. Так, ну, думаю, хуже уже не будет. Может, ты прекратишь мяться как баба и зайдёшь уже? Слушайте, леди, мы это сделаем только когда я захочу. А вот и нет. Ух ты. Нифига себе. Так вот он где. Это жесть. Ну, хоть промежность закрыли, и то хорошо. Кинзи! Кинзи! Да где, чёрт возьми? Ааа, чувствую себя как сортир на автобусной остановке. Оу, это мерзко. Ааа, нужно скорее добраться до платформы. Ну, мы всё поняли, на какой фильм это стёп, да? Хо-хо, кошмар. Давай, президент. Где? Где Кинзи? Как она его дёрнула, если он находится на этом корабле? Вот это мне непонятно совсем. Вот дерьмо. Эй, чё это ты делаешь? Дай сюда. Вот это другое дело. Так, ну что же. Время произвести скрытную операцию. По изничтожению этих уродов. Бляха-муха, что это за место? Дааа, кажись мы на Мазершипе, так сказать. Клянусь, каждый раз, как прихожу домой, слышу одно и то же. Эй, что ты мне принёс? Почему ты никогда не водишь меня в рейды? Да у меня та же фигня. Ни разу нельзя просто посидеть спокойно и расслабиться, без того, чтобы к тебе не приставала твоя благоверная. Ха-ха. Развернулся? Получил. Император Зиньёк напоминает всем солдатам о необходимости докладывать обо всех потерянных или повреждённых заключённых. Ну всё, твари. Сейчас я вас тут всех, даже без штанов уделаю. Эй, какого хрена? Я ж тебя вроде прибил. Вот зараза, ещё притворяются мёртвыми. Ох, Кинзи, надеюсь, ты уже в пути. Они не будут ничего говорить смешное? Ну тогда сдохните. В связи с большим объёмом похищенных мы испытываем непредвиденные задержки при обработке капсул с третьей по восьмую. Спасибо за ваше понимание. Внимание всем солдатам! Похищенные часто пытаются заняться попытками пресловутого побега. Дано разрешение стрелять на поражение. Да где же эта б***ская площадка? Похищенные являются переносчиками неизвестного количества серьёзных болезней. Будьте предельно осторожны, когда приближаетесь или работаете с похищенными. Вот тебе, урод. Вручную тебя буду убивать. Да какого хрена они живые? Обычно после рукопашки все дохнут довольно быстро. Эти ничего. Мощные ребята. О, хедшотик. Так, как мне отсюда выбраться-то? Прыгаю я здесь как обычный человек. Ну, ещё бы. Напоминаю, император Зинник будет присутствовать на торжественной казни мировых лидеров, которая пройдёт этим вечером в главном зале. Явка обязательно. О, в башку они убиваются просто шикарно. Эти ещё тут объявления делают по всему кораблю. Твою мать, Кинзи, да где же ты? Я что, пришёл не... О, не пи***ц. Ох ты, блин. Вот это реально фак. По-другому и не скажешь. Так, стреляем по головам. Передайте Зиннику, я иду за ним. Не парься, я буду тебя ждать. Бла-бла-бла, пи***ц. Я из ваших трупов лестницу на землю себе построю. Ну, давайте, всех вас чертей перебью. Он включён? Меня слышно? Приветствую тебя. Вижу, ты решил совершить великий побег. Это вполне понятно в твоей ситуации, но всё же прошу тебя отступиться. Босс, спригнитесь! Вот это другой разговор. Молодец, Кинзи. Я выбрал правильного напарника для побега. Ты чертовски прав. Ну-ка, дай-ка мне штурвал, я вытащу нас отсюда. Вот здорово, Кинзи, спасибо, что спасла мне жизнь. О, не стоит, босс, спасибо, что оценили. Босс, я же президент. Ах, когда же ты стал таким говнюком? Сюрприз, Кинзи. Я всегда был засранцем. Спасибо, я правда ценю это. У тебя штанов нет. Вот это вот было странно. Ну, может, чуть-чуть. Можно я теперь полетаю? Развлекайся. Ну что же, кажется, мы на корабле... О, и теперь мы будем улетать! Погоди-ка, ты спасла Кита раньше меня? Я, эээ, прихватил его по дороге. А как ты выбралась? Может, мы ссороточимся на побеге, а? Ты прав. Кинзи, у этой штуки есть радио? Радиосигналы скачут по космосу и... О, ништяк! Моя любимая! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это... Это идеально, просто до слез. Ха-ха-ха! Разрабы красавы! Конечно, откуда радио в космосе? Ха-ха-ха! да да конечно разрабы знают как веселиться тут уж в этого мне отказать сделай бочку давай крутаню уже этот корабль так а ускоряться тут можно вот это мне бы очень не помешало так ракет нету ладно обойдемся и без ракет они пытаются нас запереть сосредоточились так еще чуть-чуть а специально сделано чтобы чтобы бока искрили да да прорываемся прорываемся уху мы ведь не оставим остальных конечно нет но если мы хотим забороть зиник это нам потребуется вся возможная помощь кинди удалось связаться с олегом да думаю мы уже достаточно приблизились всегда думал что night blade это шоу про вампиров о нет мой друг это средоточие драмы эй ты ждешь занка ты знаешь кого-нибудь с кодом 217 это чё сент-луис да наверно реклама не бери голосовая почта хочешь чтобы я оставил сообщение а лан ее нет что ж я говорил что это будет продуктивный денек ты и монстр о не делай вид что ты удивлен я говорил тебе что так будет ты убил 7 миллиардов человек упс разговор окончен ему это с рук не сойдет черт возьми прав кинди можешь использовать эту штуку чтобы обратно запустить меня в симуляцию да кажется я смогу сделай погоди ты что собираешься вернуться туда ты не сможешь убить зинника будучи подключенным компьютером зато я могу убить много людей с помощью компьютера ты да а вот он даже витик настроить не может если с помощью маленькой части симуляции ты добралась до меня представь что будет когда мы замладеем всей программы ты понятия даже не имеешь что будет зато она знает президент прав любое нарушение симуляции дает мне небольшое окно в охранную систему зина чем сильнее она повреждена тем больше меня есть времени на составление плана корабля зинника могу найти брешь в его обороне значит смогу отыскать место где они держат наших друзей и тем самым найти зинника точно ну что за дело когда историки оглядываются нападение империи зин они считают определяющим именно этот момент то было деяние призвано и деморализовать святых но оно лишь придало им сил и дало новый курс с которого они уже не могли сойти но самое невероятное то что если бы земля не была уничтожена прагматизм обязательно одержал бы верх над безрассудством и святые никогда бы не воссоединились с самым опасным человеком всех времен джонни геттом но как всегда я слишком забегаю вперед как и все хорошие истории второй акт этой пьесы начинается с призыва к действию и строительства робота робот вот это интересно ну что дорогие друзья прошли данную миссию посмотрим что будет дальше это конечно ужасно то что черт возьми да всю землю взорвали к чертовой матери это это хуже некуда хуже блин некуда правда реально что может быть хуже все нет земли осталось сколько их там четверо трое черт да никому же почти не осталось ну что же нам доступен корабль для управления это будет наша база я могу получать там квесты и прочее да это ужасно никакой земли нету теперь можно использовать эти двери порталы чтобы телепортироваться между кораблем и симуляцией и теперь у меня да нас всего трое кинзи и кит все больше никого нет полный отстой также можно вызвать кита чтобы он помог мне в симуляции ну и конечно же кинзи и стандартная кастомизация банды а вот и наконец-то мой команды ин чип пэк за 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 шибись наконец-то я смогу повеселиться по полной но сначала конечно же всю землю уничтожили блин какой отстой как играть дальше вообще не знаю дорогие друзья просто беда какая-то ну что ж дорогие друзья встретимся мы уже в следующей части конечно же на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки вступать в группу вконтакте и советуйте друзьям всем спасибо и до следующей миссии в следующей миссии